Приветствую вас. Я думаю, что возможность преодолеть блог, конечно, есть для вашего мужчины, безусловно, есть. Но здесь нужно учитывать некоторые важные моменты. Значит, во-первых, возможно, ему нужно время для того, чтобы этот блог ушел. Во-вторых, то, что вы описываете, никак не может характеризовать ваши отношения, как, ну, скажем так, как доверительные, как духовные, душевные, вот. Потому что, ну, для него, видимо, очень важен вот этот вот внешний образ, который имеет место быть, и он стекотеет к нему, стекотеет к этому внешнему образу. Возможно, мужчина не совсем корректно относится к вам. Возможно, мужчина не совсем, безусловно, вас воспринимает. Возможно, вы не так хорошо его знаете, как, к примеру, могли бы, или как, к примеру, думали. Вот. То есть, мне кажется, что здесь очень важно вот на эти все моменты внимания обратить. То есть, совершенно очевидно, что для вас это такой, ну, своего рода рубеж, такая своего рода проблемная история, проблемная ситуация. То есть, это понятно, что для вас это своего рода испытание. Вот. Ну, мне кажется, что если это испытание, то это очень хорошо, хорошо все это испытание. Потому что вы получили возможность понять, что за человек перед вами находится, что от него можно ждать, чего от него можно ожидать. Вот. Не обязательно, не обязательно, да, не обязательно сразу думать, к примеру, или считать, что у него, допустим, нет к вам чувств, у него, может быть, к вам чувства и есть. Просто, ну, каждый проявляет свои чувства по-разному и, вот, ваш мужчина, да, он может свои чувства проявлять, ну, вот, так. Вот. 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 То есть, мне кажется, что вам ни в коем случае нельзя принимать на свой счет то, что он изменил к вам свое отношение. Вам нельзя принимать это на счет своих недостатков. А больше обратите внимание на свое восприятие. А почему вы считаете, что это недостатком? Вот. То есть, по какой причине вы считаете это недостатком? Особенно, если, к примеру, перед этим, да, это не мешало вам, там, строить отношения, не мешало вам, там, быть в отношениях, не мешало мужчинам хотеть вас. Вот. То есть, обратите внимание лучше на свое отношение к этому, а не на реакцию самого человека. Вот. Потому что, причинного реакции может быть много. И, возможно, дело здесь в том, все в том, что вы представили это как недостаток, вы об этом рассказали. Вот. И мужчина, может быть, подумал, что вы этого стыдитесь и, соответственно, воспринял это так. Да, человек просто, к примеру, да, может быть, ну, внушаемым. Вот. Такое, в принципе, тоже возможно. Поэтому, вам нужно сейчас, значит, от него отдалиться, да, просто сказать, что, к примеру, я поняла, да, ты не уверен, там, в своих числах ко мне. Соответственно, они будут тебя, как бы, принуждать ни к чему. Вот. Если тебе, там, к примеру, нужно время, да, то ты, соответственно, подумай, вот. Если ты, соответственно, реши, как, чего, а я, там, пока тебя, к примеру, подожду, да, или, там, я буду идти своим путем. Вот. А самой вам нужно выработать отношение к этому самому недостатку. Вот. Как вы говорите, потому что, на самом деле, это не недостаток, это просто ваша особенность, ну, которую вы считаете недостатком, почему-то. Значит, мужчина может изменить свое отношение к этому, да, если он сам для себя зафиксирует. А в чем, в чем проблема? А, то есть, если вот он скажет, к примеру, что, знаешь, вот, я тебя люблю, да, по-прежнему я, как бы, хочу тебя, но, есть, вот, какой-то блок у меня появился, да, там, ты сказала, я, а, не знаю сам, что у меня этот блок вообще есть, я не знаю, что он у меня, имелся, вот. И, соответственно, для меня это, для меня самого это стало вообще новостью. Вот. Ну, в таком случае мужчина может вам объяснить, почему его это отвратило от вас. Вот. Тем самым, продемонстрировав вам, скажем так, ну, свою открытость, ну, открытость в отношении к вам. Вот. И свое намерение как бы и дальше строить отношения с вами. Если этого не произойдет, если человек ничего не говорит, если человек не идет ни на какой контакт, то здесь, к сожалению, ну, можно только лишь говорить о том, что у него не было к вам любви. Вот. Изначально. К сожалению. Вот. Ну, то есть. Справдный секс, как вы говорите, это еще не любовь, а влюбленность. Это, в принципе, тоже именно к любви, да, то есть влюбленность к любви и отношению имеет далеко не всегда. Вот. Так что, такая вот история. То есть если мужчина считает для себя это проблемой, если вот он считает, что то, что происходит является проблемой, то в таком случае, конечно, можно что-то сделать. Вот. Но если для него эта проблема не является, то сделать ничего, к сожалению, нельзя. К сожалению. Потому что человек, он меняется редко. И если у него есть позиция какая-то, то, соответственно, ну если у него эта позиция есть, то вряд ли он эту позицию будет менять. Ну, у меня это пределы. Если он не считает, это проблема. Вот. Вам я рекомендую быть готовый ко всему, да, и были у вас есть хорошие примеры перед глазами, да, что других ваших мужчин это не останавливало. Ну, вот. Значит, вы знаете, как это, вы знаете, ну, как это, к примеру, быть любимой, быть желанной. Вот. Так что, я думаю, так вот. А пока получается, что вы просто выступаете для мужчины неким таким, ну, неким таким спасителем, неким таким представителем, что ли. Вот. То есть, для вас это как будто проблема, а не для него. Вот. Это, опять же, неприемлемо. То есть, не надо данную силу ничего решать. Я не согласен с этим. Я не согласен с коллегами в том, что то, что случилось, его как-то вот характеризует, да, с этим не согласен, потому что, ну, стал квадранами. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Тем не менее. Это, как минимум, свидетельствует о том, что человек, он подвержен, вот, определенным таким стереотипам. Вот. Ну, и для вас это, конечно, довольно негативный знак. А, поскольку отношения с мужчинами у вас, ну, явно не, явно не клеятся, да, то есть у вас. Перед этим отношения не складывали, да, судя по тому, что у вас мужчины были, да, они с вами спали, да. Я, собственно,... Всё это, наверное, вас хотели, но отношений, э-э-э-э, как-то исколых не было, вот. А, всё-таки это говорит о том, что вы, вот, э-э, отношения, возможно, строите как-то, ну, не совсем корректно. В частности, может быть из-за того, что не принимаете в себе какие-то вещи. Если это так, то с этим можно будет поработать. Если это так, то это можно будет исправить. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.